Три километра дороги, 202 миллиона рублей, больше полугода работы. Впервые в Забайкальском крае решают создать не просто дорогу, а сложнейшую конструкцию с дополнительными пристройками. Освещение, остановки, безопасное ограждение, пешеходная зона и даже велодорожка. Такой проект еще до реализации предполагал качественную и ответственную стройку. Но строить дорогу решили просто из песка и на плавунах. На такой подход к строительству обратили внимание и журналисты, и местные жители. Десятки сюжетов о том, что выделенные деньги в прямом смысле зарывают в песок, попытили создать целую парламентскую комиссию. Ее цель – контролировать ход строительства трассы, ну и чтобы дорога смогла простоять хотя бы несколько лет. Начались показательные выезды на объект, но и это не заставило братьев Холмогоровых закончить создание трассы в срок. Вот сегодня мы присутствуем, по правде, с опозданием. Я не могу сказать, что мы на открытии находимся данной трассы, но, по крайней мере, мы проехались и убедились. Самое главное, опасение главное было, что участок там, по-моему, 400 метров, где со стороны и жителей, и ЗАПТВ были опасения, что могут быть болотистые вот эти места и что дорога может просесть. Я от имени депутатского корпуса хочу поздравить, что все-таки факт состоялся, но так как гарантийный срок 5 лет, мы будем теперь следить, как жители будут эксплуатировать и делать нам замечания. Участок трассы будет служить не только подъездом к населенному пункту. В будущем здесь планируется создание туристического кластера. Депутаты законодательного собрания, представители администрации Читинского района, строители все еще раз прокатились по новой дороге, чтобы лично убедиться в ее качестве. Юрикон даже пообещал следующим летом обкатать дорогу на велосипеде. В следующем году, в 2021 году, если пандемии не будет такой сильной, то, наверное, жители уже оценят данную дорогу. И вот то, что велодорогу мы обсуждаем, я очень хочу посмотреть, когда на велосипедах будут кататься, и мы увидим жителей и туристов, которые будут востребованы этой велодорогой. Я думаю, если получится, я сам захочу тоже приехать на велосипеде и вот здесь покататься. Отставание от графика по сдаче объекта затянулось уже на полторы недели, но никого из присутствующих это, похоже, не смутило. Со слов подрядчика, опоздание произошло исключительно и только из-за неблагоприятных погодных условий. Стройконтроль уже провел все необходимые лабораторные испытания. Заключили, выполненные работы соответствуют ГОСТам. Основная дорога и велодорожки полностью готовы к эксплуатации. Подрядчик уверил, нас осталось установить лишь дорожные знаки, ограждения, частично доделать разметку, а также установить остановочные павильоны. Дарья Калинина, Виктор Соловьев, Ирина Петрова, ЗАПТВ.